Светлый привет, друзья! С вами новости с большой буквы. Здесь мы видим самое важное. Не забывайте, что канал может продолжать свою работу только благодаря вашей поддержке. Сканируйте этот QR-код и поддерживайте канал донатами, а также подписывайтесь. В. Возвращенцы. За иконами вышла статья о России, в которой беспристрастно фиксируется провал, поражение. Я даже не побоюсь этого слова. КАТАСТРОФА! Мы получили очередное подтверждение тому, что без святого запада на земле жизни нет. Или есть. Журналист из Британии описывает жизнь покорителей верхнего Ларса, которые, о нет, решили вернуться в разрушенную и обескровленную санкциями Россию. Цитирую. Москва процветает, сказал Николай, даже больше, чем до СВО. Бары переполнены даже по понедельникам вечером. Все столики заняты. У него есть деньги, которые можно прожигать. Большинство россиян платят всего 13% подоходного налога, а люди с высокими зарплатами 15%. Хотя эти ставки сейчас немного вырастут. В стабильных странах жить дорого, а в Москве я живу как король. Бедуля. Даже такой гнилой актив для цивилизованных, как возвращенцы, продавшие свою страну ради сладкой жизни на Западе, считают, что в России лучше. Но чтобы уж совсем не расстраивать своих читателей, в статью накапали успокоительное. Цитирую. Жизнь в Москве не совсем спокойная. Куда бы ни пошел Николай, он видит символы Z и плакаты, призывающие людей вступать в армию. Да, по сравнению с Лондоном. Буква Z. Прям паника. Годовщина. Как в эти дни мы можем не вспомнить яркую годовщину великого похода на Крым, особенно на фоне очередного летнего обострения на курском направлении? Как не вспомнить обещание, что вот-вот еще капельку и снова хуторяне будут в Крыму скрипеть песком на зубах пережевывая рапаны? Это детство. Для тебя эти рапаны, они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек? Потому что в детстве было так. Никак не можем, поэтому вспоминаем. Если судить по дате видео с миллионными просмотрами от 28 июля 23 года, то Зеленский с заложенным бим и бомб должны быть в Крыму в августе, ну, на крайняк в сентябре. Какая историческая преемственность? При блокаде Ленинграда нацистами печатались пригласительные в Асторию для празднования взятия города, который они и так и не покорили. А за взятие Сталинграда Гитлером уже была утверждена медаль. И вот теперь сине-желтые последователи идут след в след дорогой тех, кого они считают своими героями. С интересом ждем повторения истории. А, абсурд. Такой еще совсем недавно относительно вменяемый мир накрылся медным абсурдом. К счастью, не у нас. К счастью, в Англии. Но есть реальный риск. Как много раз уже было такое, что то, что вначале всем казалось ненормальным, больным и опасным, через некоторое время пропихивали, убеждая в нормальности. Например, будущая британская королева и ее родители продвигали нормальность нацистского приветствия. Букингемский дворец выразил разочарование публикации видео, на котором будущая королева Елизавета II в шестилетнем возрасте вскидывает руку в нацистском приветствии. Газета САН утверждает, что решила обнародовать запись, поскольку та имеет большое общественное значение, а хорошо сдокументированные симпатии к нацистам принца Эдварда придают кадрам историческую значимость. Благодаря их не только эмоциональной поддержке, напомню про Мюнхенский сговор, на котором благодаря усилиям англичан фрицы и поляки разделили Чехословакию, что запустило маховик Второй мировой войны в Европе. Теперь на том же острове другая ненормальность буднично превращается в норму, цитирую The Telegraph. Рентгенологам в нескольких больницах сказали, что они должны проверять на наличие беременности всех пациентов в возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола, в рамках руководства по обеспечению инклюзивности. Еще раз. Вне зависимости от пола проверять на наличие беременности. Еще цитата. Рентгенологов обязали спрашивать, мужчин беременны ли они до того, как делать снимок. Наши дедушки и бабушки подумали бы, что это первоапрельская шутка. Ну или День открытых дверей Кащенко. Настолько бредово все это выглядит. А мы уже понимаем, что в цивилизованном саду... Европа – это сад. Мы создали этот сад. С этим не шутят. И на полном серьезе выдают такую дичь в качестве внимания, стандартов работы медицинских учреждений. К счастью, в наших джунглях, если какой-то врач решит мужчине задать такой вопрос, остальную часть времени приема он потратит на то, чтобы принести пациенту свои извинения за допущенную и непростительную бестакность, приведшую к досадному недопониманию сторон. Такое ощущение, что в Англии обожают находить все самое грязное и отвратительное, чтобы затем убедить себя принять это как норму. Но я бы на нашем месте не расслаблялась. Мы уже один раз ради газировки, жвачки и джинсов развалили свою страну под одобрительные возгласы острова, где водятся беременные мужчины. К. Качество. Хуторяне, нарушившие границу России в Курской области, впервые в своей жизни увидели качество – асфальтированные дороги в деревнях. По крайней мере, так считает журналист из The Economist Оливер Кэрролл. Цитирую. Клянусь, что Украина вошла в Россию за лучшие логистики дороги вокруг Суджи даже после боя выглядит райскими по сравнению с дорогами в Сумской области Украины. Так, что там с рассказами идиотов о том, что русский асфальт увидели впервые на Украине? Да таких дорог, которые сейчас строят в России, не брать им еще жить и жить. А у нас продолжается работа по приведению в порядок бесконечных по протяженности с точки зрения европейца с их кровчечными расстояниями дорог. В соответствии с недавно составленным рейтингом наилучшее качество дорог у нас в Хантамансийском автономном округе Югре, Краснодарском крае и Москве. Среди отстающих названы Волгоградская, Кировская и Архангельские области. При этом почти половина автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям. Но процент этот в ближайшее время будет уменьшаться за счет реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». До конца 2024 года к нормальному состоянию планируется привести 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях. В частности, планируется построить и реконструировать более 602 км региональных автомобильных магистралей. А к 2030 году 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Действительно, строительство и ремонт дорог идет постоянно. Недавно была на Алтае, и там даже тупиковые дороги покрыты отличным асфальтом. Развивайся, страна! Всех благ, друзья! Если моя работа цена для вас, и вы боитесь меня потерять, то подпишитесь обязательно на Рутуб. Я готовясь к блокировке здесь, активно развиваюсь там. Так как цензуры на Западе, конечно же, нет, она только у варваров, то и ребенку. Понятно, что Рутуб станет единственным и основным местом для наших с вами встреч. Найдите меня на Рутубе и подпишитесь на вашу любимую маму в шапке. Для вашего удобства ссылку я оставляю в описании. Надеюсь на вашу поддержку и сплоченность в этом важном и логичном изменении в работе на опережение. Сейчас вы посмотрели демо-версии двух эксклюзивных выпусков с Рутуба. К сожалению, больше не могу вам предоставить здесь. Можете перейти по ссылке в описании, либо по QR-коду и посмотреть их полностью на Рутубе. За что я буду вам очень признательна. А можете этого не делать. Ваш выбор. Всем мир. И не забудьте подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok